Среди нас есть те, кто любит отправиться на встречу неизведанному, чтобы увидеть красоту в странном и неведомом. Они устремляются на поиски чуда. Если вы один из нас и хотите открыть для себя нашу прекрасную планету, мы возьмем вас с собой. Время пришло. Таркиш Эйрлайнс. Раздвиньте границы вашего мира. Надоел ты со своим куно и вообще со своими настольными играми. И вот одного не могу понять. Вот как? Скажите, как игры могут надоесть? Это же игры. Они же в них же играют же. Ну это наоборот. Они настолько увлекательны, что невозможно оторваться. Здесь тебе и логические вот те шахматы, и на креативность, и вот тебе, и на реакцию уну. Пожалуйста, все для хорошего отдыха. Да какой еще отдых, Женя? Вместо того, чтобы загорать, купаться где-нибудь на берегу Волги и наслаждаться летом, мы с тобой сидим в заперти и режемся в твои настолки. Вот, наверное, также рассуждали организаторы интеллектуальных игр «Мозгобойня». Они решили, что летом продуктивнее думается все-таки на свежем воздухе и устроили, а точнее еще планируют устроить классный пикник «Мозгобойни». По-моему, идеальное сочетание. Там тебе и песок будет, и вода, и сложные вопросы. О чем еще можно мечтать? Да, о том же самом, только без вопросов. Доброе утро, губернии. В этой студии головоломщик Женя Плодниров. И любительница незатейливых игр Саша Байдачный, а спонсор нашей программы «Турецкие авиалинии». Откройте для себя мир вместе с Turkish Airlines. Турецкие авиалинии. Смотрите на мир шире. Между прочим, Женя, если не любишь вопросы, а любишь Волгу, пляж и активности, то тебе нужно сразу же после эфира отправиться на набережную. Там продолжается фестиваль «Спорт во всем». В районе полевого спуска вот уже несколько дней проходят открытые уроки, мастер-классы, тренировки для детей и взрослых с любым уровнем физической подготовки. Ну, а вечером бесплатные кинопоказы. Сегодня там йога, силовые тренировки, фитнес. Так что успей все попробовать. Ну, а до того, как все, кто любит фитнес, отправятся на набережную, мы поговорим о различных играх прямо здесь. Вспомним, во что мы играли во дворе, ну и узнаем, какие игры развивает мозг лучше всего. Но сначала спросим у жителей губернии о правилах игры под названием «Жизнь». Самое главное правило в этой игре — оставаться человеком. Думать на всяк вперед. Не сдаваться. Главное — не победа, а участие. Уважать друг друга. Никогда не сдавайся, не иди вперед. Как-никак я носорог. Не сдаваться. Даже не знаю, играй свою роль. Быть самим собой. Быть хитрым. Не сдаваться. Быть преданным цели игры. Оставаться, наверное, всегда на высоте. Выжить. Ну, наконец-то. Настал. Настал этот момент. Я могу произнести это вслух. Итак, Россия — чемпион мира по футболу. По болотному футболу. По болотному. Спасибо за уточнение, коллег. По болотному. Российские команды одержали победы сразу в трех категориях. Среди мужчин-профессионалов. Среди мужчин-любителей. И в миксте. Поздравляем наших. Россия — чемпион мира по футболу. По болотному футболу. Ну, хоть какая-то польза от того, что половину лета был дождь и слякость. Ну, а сейчас узнаем у синоптиков, какая сегодня нас ожидает погода. Надеемся, что все-таки солнечная. Теплая погода и небольшой дождь ожидаются в регионе в четверг. По данным синоптиков, днем столбик термометра покажет до 29 градусов выше нуля. Ночью плюс 19. На севере и западе плюс 22, плюс 24. На востоке и юге до плюс 26. Днем в Самаре и Тольяттида плюс 27. Ночью тоже достаточно тепло. Плюс 14. Ветер будет дуть северный 5-10 метров в секунду. При грозе порывистый. Сейчас уже выросло целое поколение ребят, которые при слове игры представляют в первую очередь компьютерные игры, игры на приставке, ну или максимум это олимпийские игры. Мы решили немного поностальгировать и вспомнить, что когда мы были маленькими, все самые интересные игры проходили во дворе. И мы с девчонками ни дня не проводили без игры в классики. А игра эта, между прочим, очень даже древняя. Уже в средние века мальчишки, а изначально это была мальчишеская игра, прыгали по пронумерованным квадратам. В России в классике во все играли уже в конце 19 века. И уже чуть позже классики приняли привычный вид, когда поле рисуется милым на асфальте. Да я бы и сейчас с удовольствием попрыгала. Я обожал «Казаки-разбойники». Это веселая игра, сочетающая в себе азарт салок и авантюризм пряток. Или наоборот, авантюризм пряток и азарт салок. Существует мнение, что игра возникла в 16 веке, когда казаки защищали мирное население от бродячих разбойников. Правила очень суровые. Казаки выбирают штаб, разбойники придумывают пароли. Один правильный, остальные пароли ложные. И задача разбойников захватить штаб казаков. А задача казаков, соответственно, переловить всех разбойников. И выпытать у них тот самый главный, правильный пароль. Игра могла продолжаться несколько дней в нескольких дворах с перерывами на еду и сон. Ты знаешь, а мы обожали лягушку. Это такая интересная игра тоже. Дворовая на стене рисовалась линия. Чем выше, тем интереснее. Ниже нее мяч кидать было нельзя. Игроки выстраиваются в ряд друг за другом. Первый кидает мяч, тот ударяется о стену, отталкивает его, ударяется о землю. И в этот момент игрок должен через него перепрыгнуть. Мяч подхватывает следующий. Ну и так по кругу. Тот, кто не перепрыгивает мяч, получает наказание букву. Собрал все эти буквы. Ты лягушка. Ну и эта игра по-разному очень называлась. Ради того, чтобы не называться лягушкой или другими животными, приходилось иногда хорошенечко потренироваться. Ну, кто сейчас не будет повторять наши простые движения, тот сами понимаете, кто. Доброе утро. Вас приветствует фитнес-клуб «Спортзавод». Сегодня мы покажем несколько упражнений для тех, кто накануне перетренировался, ощущает боль и запитость мышц. Поехали. Первое упражнение на ягодицы. Садимся ягодицами на ролл и катаемся по нему. Давим на ролл, чтобы максимально проработать ягодицы. Еще четыре. Три. Два. Последний. Теперь мы будем упражнение делать на заднюю поверхность бедра. Кладем ролл под ягодицу. И катаемся до коленного сустава. Давим на ролл, максимально проработав бицепс бедра. Четыре. Три. Два. Последний раз. Переворачиваемся на бок. И катаем бедро. Мы прорабатываем напрягатель широкой фасции бедра. Широкую фасцию бедра. Четыре. Еще два раза. И переворачиваемся вперед. Прорабатываем переднее бедро. Когда мы катимся вперед, носки вместе, обратно вврозь. Вместе и вврозь. Четыре. Это упражнение идеально прорабатывает квадрицепс. И последний раз. Таз на пятки растянули. И ложимся на другой бок. Еще четыре. Еще два раза. И закончили. Таз на пятки. Потянем спину. Вы выполняете этот комплекс от минуты до пяти. В зависимости от свободного времени. С вами был фитнес-клуб «Спортзавод». Всем хорошего дня и отличного настроения. Доброе утро, друзья! В эфире рубрика «Как по нотам». И сегодня в центре моего внимания один из древнейших инструментов нашей планеты. Арфа и ее современные потомки. Только вдумайтесь, арфа появилась 3000 лет назад до нашей эры. Произошла она от лука с натянутой струной, которая мелодично заучала при выстреле. В древности, на Востоке, в Греции и в Риме, арфа оставалась одним из самых распространенных и любимых инструментов. Часто ей пользовались для сопровождения пения или игры на других инструментах. Рано появилась арфа и в средневековой Европе. Здесь особым искусством игры на ней славились ирландцы, где народные певцы барды пели под ее аккомпанемент в свои саги. За время своего существования арфы не сильно изменились внешне, но все-таки встречаются очень оригинальные варианты. Вы когда-нибудь видели арфу размером с целую площадь? Создатель арфы Земли, мультиинструменталист Билл Клоус, попросту хотел превратить планету в музыкальный инструмент. Поэтому он спроектировал первую арфу, чьи струны превышают 300 метров в длину. Они крепятся к деревянной платформе с одной стороны и к хребту горы с другой. Для игры на этом огромном инструменте используется лишь пара человеческих рук и больше никаких специальных приспособлений. Струны часто натягивают прямо над головами слушателей. Смотрится это впечатляюще. А это уже и олова, или воздушная арфа. Она рождает звуки под воздействием силы ветра. Своё название получила в честь греческого бога ветра Эола. Инструмент состоит из ящика и грифа с натянутыми струнами. Если поставить подобную арфу открытого окна, то ветер, проходя сквозь струны, будет создавать звуковые волны и производить звуки. Струны натянуты так, чтобы звуки получались в разных тональностях, как будто сами боги, сами ол играют на арфе. Смотрим дальше. Лазерный арф – музыкальный электронный инструмент, который состоит из нескольких световых лучей. От размера луча зависит диапазон и звуковые возможности инструмента. Музыкант перекрывает лучи руками, и этот процесс похож на прикосновение к струнам на обычной классической арфе. А вот звук при этом создается совсем иной. Он мало похож на привычное нам звучание. На этом у меня все, друзья. Приятных вам звуков. Мы обязательно споемся с вами через неделю. Пока! На календаре 20 июля. 20 июля 1966 года правительство Советского Союза приняло постановление о строительстве завода по производству легковых автомобилей на территории Тольятти. Впрочем, автоваза могло и не быть. По разным данным, изначально рассматривалось от 54 до 119 вариантов размещения нового автопредприятия. После отбора их осталось 6. В Вологодской области, на Украине, в Белоруссии, в городах Балакова, Горький. Сегодня это Нижний Новгород и Тольятти. Решающим фактором стали расчеты, произведенные специальной компьютерной программой. Она учла географию новостройки, подъездные пути, строительные и кадровые ресурсы, а также незагруженные мощности Жигулевской ГЭС. Первые 6 автомобилей с конвейеров Волжского автозавода сошли в апреле 1970 года. Ежегодно 20 июля отмечается Международный день шахмат, а еще сегодня Международный день торта, посвященный миру и дружбе между людьми. Девиз этого молодого праздника звучит как «I.K.Q», что означает «Я приду к тебе с тортом». В разные годы, но в один день 20 июля на свет появились известный советский кинорежиссер Татьяна Лиознова, популярный композитор Давид Тухманов, бразильская супермодель и общественный деятель Жизель Бюндхен и другие знаменитости. А в народном календаре сегодня день Авдотьи Синогнойки. Так ее назвали за частые дожди, которые мешали уборке сена. С этого дня на Руси обычно начиналась жатва, которую наши предки старались завершить как можно быстрее. Такими событиями вошел в историю 20 день июля. Всего вам самого доброго! Друзья, мы призываем вас присылать в нашу редакцию свои самые интересные фотографии. Для этого нужно найти на социальной сети ВКонтакте группу «Утро губернии». Ищите альбом «Яркий кадр» и загружайте туда все самое интересное. Мы обязательно покажем ваши фото в нашем эфире. В свободное время мы любим посидеть в сообществе в ВКонтакте. Красивые места Самарской области. И вот там невероятно красивые фотографии. Маргарита Ситмерова не только смотрит, но и публикует в этом сообществе свои фотокарточки. На этот раз это виды села Вимновка. Вот так бывает, смотришь любимый сериал «Игра престолов». Естественно. К примеру, да. И такая там приставучая музыкальная тема, она крутится, 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 крутится в голове, и ты думаешь только об этом сериале. И потихоньку начинаешь когда-то любимый сериал ненавидеть. Есть у меня одно лекарство. В следующий раз, когда включишь свой любимый сериал, глубоко вдохни и на три минуты включи лучше самарских бардов. Слушай их внимательно. Сразу все как рукой снимет. Тогда я прямо сейчас задерживаю дыхание, а ты запускай рубрику «Грушинское утро». Давай, 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 держись. Говори, чтоб остался я, чтоб опять не скитался я, чтоб восходы закатами наблюдал из окна. А мне б дороги далекие, да маршруты нелегкие, да и песня в дороге мне словно воздух нужна. Чтоб жить километрами, а не квадратными метрами, холод, дождь, мышкара, жара не такой уж пустя. И чтоб устать от усталости, а не от собственной старости, и грустить об оставшихся, о себе не грустя. Пусть лесною Венерою пихта лапкой по нервам бьет, не на выставках на небе изучать колера. И чтоб таежные запахи, а не комнаты затхлые, и не жизнь в кабаках рукав прожигать у костра. Так говори, чтоб остался я, Чтоб опять не скитался я, Чтоб восходы с закатами Наблюдал из окна. А мне б дороги далекие, Да маршруты нелегкие, Да и песня в дороге мне Словно воздух нужна. Да и песня в дороге мне Словно воздух нужна. Мы продолжаем, у нас в гостях Дмитрий Буциков, основатель и художественный руководитель ансамбля Волга Фолк Бэнд Самарской Государственной Филармонии, и Борис Ходыш, концертный директор ансамбля Волга Фолк Бэнд Самарской Государственной Филармонии. Доброе утро. Мы знаем, что совсем недавно состоялась поездка в Астану на Экспо-2017. Рассказывайте скорее, как вас принимали, какие эмоции вы испытали там. Ну, как вам и сказали, мы были в городе Астана, столице Казахстана, на международной выставке Экспо-2017, где, собственно, наш коллектив, Волга Фолк Бэнд, руководитель Дмитрий Буциков, которого выступал на павильоне на этой выставке. А то есть там со всей России были, да? То есть был павильон России, представлял он? Вообще, Экспо-2017, там принимало участие около 115 государств на этой международной выставке, где-то, по-моему, 27-28 организаций независимых. Ну, вот, и на павильоне России играл коллектив Самарской государственной филармонии Волга Фолк Бэнд. Очень здорово. Как принимала публика? Публика была иностранная в основном. Принимали на ура. Действительно, российский павильон был один из самых посещаемых на Экспо. Ну, и мы, я думаю, достойно представили российскую культуру. А что исполнял Волга Фолк Бэнд? Волга Фолк Бэнд представил две новые концертные программы по странам и континентам и карнавал народных красок. И вот все богатство русского, и не только русского, но и национального фольклора мы показали всем туристам, всем жителям Казахстана. А вот как реагирует там же наверняка были не только жители Казахстана, там наверняка со всех стран собрались, ну это если международная выставка, как реагировали на наши костюмы красочные, на наши инструменты национальные, что за реакция была, удивление, или может быть они хотели поиграть сами? Ну, во-первых, это, конечно, было восхищение, потому что мы исполняли на, естественно, высоком профессиональном уровне и доступную музыку, и музыку интересную, и, самое главное, виртуозную. И когда вот люди находятся под магией этого искусства, все завораживаются, не отходят, как говорится. То есть, собственно говоря, толпа собирается, организаторы не понимают, почему они не проходят на выставку. Правда ли, что углы бы льда была на сцене во время вашего выступления? Что это за декорация? Ну, вообще, нашего павильона, а вообще, вся выставка была посвящена энергии, энергии будущего, и вот основной изюминкой нашего павильона был айсберг, ну, величиной 4 метра. Собственно, мы настолько понравились руководителям нашего павильона, что они попросили наш коллектив сыграть у этого айсберга композицию. Мы сыграем композицию Дмитрия Буцкого, которая называется «Нью валенки», вот у этой глыбы. А Дмитрий говорил, что тоже прикоснулся к этой глыбы, что она настоящая, это правда? Конечно, уникальный кусок настоящего льда, привезенный за много тысяч километров, а может быть, он и прилетел, поэтому уникальность возрастает в разы. Ну, как это сделано, в общем-то, трудно представить, потому что действительно большое. Холодно играть, играешь, холодно веет. Ну, музыка-то горячая, греетесь. Ну, к сожалению, наверное, конечно же, не все самарцы могли попасть на выставку Экспо-2017, а вот еще продолжается. А где послушать можно Волга Фолк Бенд вне гастролей, вне поездок? У нас проходит ежегодный пятый музыкальный юбилейный фестиваль «Открытое небо, открытые сердца», и концерты возобновятся с мая по сентябрь ежегодно. Проходят в Самаре, в парках и на набережной. И вот первый концерт после летнего перерыва состоится 18 августа на Маяковском спуске Самарской набережной. Всех желающих ждем, концерты бесплатные, проходят при поддержке администрации города Самара. Там очень интересно, здорово, зажигательно. Вы там играете классические народные композиции или свои? Хорошо сказано, классические народные композиции. Действительно, это вот... Традиционные. Мы мечтаем, чтобы вот это сочетание, оно закрепилось в народу, потому что народная музыка это уже классика. Но вообще, Дмитрий, хочу сказать, что музыканты у нас молодые, поэтому они играют самую разнообразную музыку, в том числе экспериментальную, авангардную, джазовую, там и рок-музыку. Ну вот, исполняют ее на наших традиционных народных русских инструментах. А расскажите о составе ансамбля. Какие инструменты составы ходят? Состав вполне традиционный. Две домары, две бавалаки, баян и бавалаки, контрабас. Но мы все время экспериментируем с разными солистами. Вот сейчас у нас подготовлена программа со скрипачкой, замечательной скрипачкой Валентины Полосиной Самарской филармонии. Много программ с различными вокалистами. Не замыкаемся на народном фольклоре, обращаемся и к академическому фольклору, около джазового эстраду. Вы в эстраду играете? В эстраду, в этом играем, есть несколько эстрадных программ, инструментальных и вокально-эструментальных. То есть, эстрадный, как я это понимаю, то, что сейчас звучит из радиоприемников и так далее, вы это перекладываете на балалайки и домары. Мы делаем оригинальные, Дмитрий делает и вместе с нашим баянистом Дмитрием Власенко делает оригинальные инструментовки, аранжировки и исполняет фантазии на эстрадные темы «Будь счастлив». Там мы задействовали композиции Буби Макферрина «Don't worry, be happy». Я на солнышке сижу, лежу, лежу, сижу. В общем-то, все миксуем. Недавно написал композицию, посвященную Юрию Алексеевичу Гагарину. Он соединил музыку Баха с музыкой русской народной. Вот такая интересная фантазия. Фантазия работает у вас. Спасибо большое, что заглянули к нам сегодня утром. Вам успехов покорять просторы уже вселенной, продолжать это делать и ждем вас на Майковском спуске. Спасибо. Всего доброго. До свидания. А мы ненадолго прерываемся и затем снова вернемся в нашу студию. В эфире новости губернии. В студии Татьяна Потоцкая. Доброе утро. Сегодня откроют движение по тоннелю на пересечении Московского и Ракитовского шоссе с этого дня по направлению из города можно будет проехать уже по новому путепроводу. А в обратную сторону движение запустят с 22 июля. При этом участок над тоннелем временно перекроют. Коснется это и поворота на Болжское шоссе. А с 24 июля ограничит проезд на улицу Бубного с Московского шоссе. Движение будет осуществляться через дорогу Дублер. Водители просят заранее искать объездные пути. Сегодня на грузовой переправе до Рождествена пустят дополнительные рейсы. Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии. Паром вне ежедневного расписания отчалит от пристани в Рождествено в 19.00. Из Самары от Ульяновского спуска дополнительный рейс судно совершит в полночь. Что бы ни смыло, в Новокуйбышевске начнут работы по берегу и укреплению в районе Гранного. На это из областного бюджета выделено 35 миллионов рублей. Подрядчик уже определён. В рамках проекта он должен укрепить берега железными плитами. Строительно-монтажные работы планируют завершить в конце августа. Вопросы благоустройства на контроле у жителей микрорайонов. С помощью общественного совета активисты высадили во дворах на Новосадовой в Самаре каштановую аллею. В планах превратить территорию в небольшой парк. О первых результатах работы новой системы в материале Владимира Маркина. Для жителей микрорайона Солнечный 4 благоустраивать свою территорию стало доброй традицией. Вместе с представителями общественного совета жильцы высадили каштановую аллею, можжевельник и облепиху в миним-парковой зоне между домами 228 и 230 на улице Новосадовой. Конечно, нам бы хотелось, чтобы больше зелени были и не только мы, а 228-й дом тоже принимал участие и с их стороны очень мало зелени. С нашей больше. Просто мы любители, можно сказать, озеленять свой район вокруг своего дома. Благоустраивать мини-парковую зону жители решили сами еще 6 лет назад. Закупили саженцы и высадили 12 лип. Сейчас представители общественного совета оказывают активную помощь в озеленении территории. Предоставляют семена растений и цветов. Главное – взаимодействие с жителями, чтобы провести все необходимые работы по благоустройству. Восстановить эту аллею у нас еще пришло у инициативных жителей еще в 2011 году, когда нам построили двор, в котором мы живем. Мы благоустроили. И тогда мы решили, чтобы эту аллею тоже привести в порядок. Чтобы здесь была как бы аэротерапия, чтобы, допустим, с одной стороны были липовые аллеи, с другой там сосновые аллеи было. Приятно даже там с детьми, с колясками выйти здесь, свежим воздухом подышать. Хотя там внизу солнечная машина ездит, ново-садовая, прям центральная дорога. То есть, ну, чтобы загазованности не было. Вот тут среди домов такая красота. Помимо озеленения территории, жители вместе с представителями общественного совета хотят сделать освещение и тротуары, чтобы превратить аллеи в хорошее место для отдыха всего микрорайона. Владимир Маркин, Вячеслав Потоцкий, Новости губернии. Продолжается прием заявок на конкурс «Достояние губернии». Он организован нашей телерадиокомпанией совместно с Общественной палатой региона при поддержке правительства Самарской области. К участию приглашаются компании, которые по праву можно назвать визитной карточкой и гордостью региона. Об участнике, который заявился сразу в двух номинациях, наш материал. Так выглядит их производственная площадка каждой весной. Готовятся к очередному полевому сезону здесь заранее, опережая самих аграриев. 11 лет торговый дом «Подшипник МАШ Самара» отвечает за техническую сторону всего земледелия региона. 30% сельхозтехники в области агрегаты поставлены именно этой компанией. Предприятие – официальный дилер крупнейших заводов России и стран СНГ. За счет того, что у нас мобильные сервисные службы, мы выезжаем в поля, выезжаем непосредственно на место, где работают трактора, без отрыва от производства практически, проводим все, привозя с собой все расходные материалы. Имеем склады, увеличиваем их каждый раз. И на запасные части сейчас уделяем больше внимания, потому что техники становится больше, техника продается. Компания на протяжении 10 лет участвует в повозке агропромышленной выставки, постоянно завоевывая медали за внедрение высокопроизводительной техники. В прошлом году торговый дом занял 16 место в рейтинге 200 лучших компаний среднего бизнеса Самарской области. Список наград в этот раз надеются пополнить победой в конкурсе «Достояние губернии», заявившись в номинациях «Сельское хозяйство» и «Предпринимательство малый и средний бизнес». «Все делается, нами делается на благо Самарской области, на благо того, чтобы на полях росла не крапива и амброзия, а росла хороший урожай. Российская техника на российских полях убирает российский урожай для российского потребителя. Это на сегодняшний день наверное важное». Стать достоянием губернии значит получить признание в своей отрасли. Конкурс проводит наша телерадиокомпания совместно с Общественной палатой области при поддержке правительства региона. Принять участие может любая организация, которая ведет свою деятельность на территории Самарской области, имеет безупречную репутацию и динамично развивается. Кто достоин победы, решит экспертное жюри уже этой осенью. Заявки принимаются до 1 августа. Все подробности участия на сайте губерниатв.ру. Сергей Павлов, Сергей Александров, новости губернии. И пока на этом все новости. Увидимся. Доброе утро. Губерния в студии снова ведущий Саша Байдачный. Женя Плотников, а спонсор нашей программы турецкие авиалинии. Авиакомпания Turkish Airlines летает в большее количество стран, чем любая другая авиакомпания. Осуществляет свои рейсы в 120 стран по 299 направлениям по всему миру. Рейсы авиакомпании Turkish Airlines из Самары осуществляются три раза в неделю, в среду, пятницу и в воскресенье. Итак, мы сегодня говорим об играх, но мне кажется, что все существующие игры уже немного наскучили. Давайте поговорим о несуществующих играх, о которых придумали, о которых рассказали в кино, где-то написали, в книгах, но пока на этом остановились. Вот самая популярная игра из художественного произведения, по-моему, это Квиддич. Это точно. Мы все помним, что Гарри Поттер был ловцом в команде Гриффиндора, при том, самым умелым за всю историю игры. В Квиддич играют на метлах. Цель забить с нич в ворота с помощью специального снаряжения. Автор Гарри Поттера Джоан Роулинг настолько подробно описала процесс игры, что в нее можно было бы легко играть в реальности, но вот проблема только в том, что на метлах мы пока не научились летать. Еще одна очень известная игра, придуманная игра, это королевский крокет из Алисы в стране чудес. Вообще, в этом королевском крокете все, как в крокете обычном. Игроки молотками направляют шары в миниатюрные ворота, побеждает тот, кто быстрее других пройдет дистанцию из определенного набора ворот. Вот только в Алисе вместо молотков используется фламинго, а вместо шаров ежи, ну а вместо ворот солдат, я думаю, что защитники животных и солдаты были бы против, если бы такая игра существовала на самом деле. А вот любой мальчишка мечтает просто оказаться и поиграть в такую игру, как роллербол. С ним мы познакомились в одноименном фильме «Роллербол». Это смесь боев без правил, американского футбола и гонок на роликовых коньках. Участвуют две команды. Игра проходит на специальной трассе. Атакующая команда должна два раза пройти ее от начала до конца, после чего может забивать гол, а защищающаяся команда, соответственно, должна помешать ей это сделать. Естественно, по ходу движения игроки немножечко друг друга чуть-чуть мнут, чуть-чуть бьют, ну и вообще сильно не церемонятся друг с другом. Да, в такой игре главное не дать сопернику себя опередить. Ну а какие главные правила жизни у наших, у жителей нашей губернии, мы сейчас узнаем из опроса. Самое главное правило в этой игре оставаться человеком. Думать на шаг вперед. Не сдаваться. Главное не победа, а участие. Уважать друг друга. Никогда не сдавайся, не иди вперед. Как-никак я носорог. Не сдаваться. Даже не знаю, играй свою роль. Быть самим собой. Быть хитрым. Не сдаваться. Быть преданным цели игры. Оставаться, наверное, всегда на высоте. Выжить. В нашем городе есть множество мест, куда может пойти любитель игр и хорошенько там поиграть. Например, для фанатов настолок всегда открыт клуб Треугольный Ёж. здесь можно не только пообщаться с единомышленниками, но и освоить новые игры. А я больше люблю психологические игры, поэтому, Женя, частенько заглядываю на мафию. Такая игра регулярно проводится в нескольких антикафе столицы губернии. Ну, а сейчас город просыпается и с удовольствием смотрит сюжет Татьяна Пецной. Мальчишка мальчишка это лето, каникулы. Наталья Шепелева мать пятерых детей. Старшей дочке 22 года, а младшей всего 10 месяцев. Амалия недавно отправилась в свое первое путешествие. Греки остались в восторге от маленькой купальщицы. Костюм в горошек, панамка с широкими полями. Случайный сюжет как бы подсмотренный из-за угла. В общем-то не сидим на месте, все время куда-то ездим, но мне очень нравится Средиземноморье, вот, и вот Греция, и вот колорит такой южный, средиземноморский, и картины вот в основном светлые такие, южные. Смелые, где-то грубоватые мазки масляными красками по зернистому холсту. Наталья называет себя постимпрессионистом, потому что главное в ее картинах цвет, яркий и чистый. Художница почти никогда не корректирует свое полотно, ведь первое впечатление, как правило, всегда самое верное. Этюды, из них бывает, получается, картина, а бывает и этюд, как картина, то есть уже самодостаточный, уже картину из него не развить. Ну, то есть по-всякому бывает. Работы Натальи Шепелевой признаны в России и за рубежом, но главным для нее остается мнение ее семьи. Вот такая преемственность поколений. Татьяна Петцина, Виктор Соколов, программа «Утро губернии». Мы продолжаем. У нас в гостях Софья Сыромятникова, руководитель Центра чтения Самарской областной библиотеки. Доброе утро. Доброе утро. Как игра, настольная игра может привить любовь к чтению? Ну, на самом деле, как вы знаете, многое познается в жизни через игру, а сейчас одобрена национальная программа детского, юношеского, подросткового чтения, поэтому мы решили изобрести три настольные игры для детей. Да, Центр поддержки развития чтения вместе со школой методологии игротехники разработали три настольные игры. Фантастика. Как это происходит? Вот да, прежде чем вы расскажете, расскажите, как вы разрабатывали, как можно разработать игру. Ну, я думаю, всем известно, что существуют такие люди, как игротехники, и существуют такие люди, как библиотекари. Мы соединились, соединили наши усилия и придумали, что литература, она может быть еще в игровой форме. Это комплекты из трех игр представлены для разных возрастов, и в том числе даже дизайн, он адаптирован для разных читателей. Это, например, играли самых маленьких, читайка. Мы даже придумали персонажа. Вот был, например, Знайка, Незнайка, а вот еще есть и Читайка. А он незаметен у Носова, потому что он все время книжки читал. И он как бы придумал эту настольную игру и захотел поделиться ей с маленькими детьми. То есть это для читателей от шести лет. А как, в чем заключается смысл игры? То есть дети, как с ней взаимодействовать? Здесь, на самом деле, игра основывается на 20 самых популярных детских литературных произведениях. Здесь на карточках изображены персонажи, причем рисунки, они похожи на детские, они адаптированы под детское восприятие. И здесь есть семь, как бы, пять мини-игр, не семь, а пять мини-игр, по которым дети играют. То есть это такие правила на быстроту реакции. Нужно находить персонажей из одного произведения. Они на разных карточках, а ты должен найти их и собрать в одно произведение. Понятно, понятно. Следующая игра называется «Почитайка», правильно я? «Почитайка». Это для детей уже постарше, от 10 лет. Соответственно, и произведения здесь немножко другие, их побольше, 25. И игра, она такая уже более серьезная, здесь есть такое игровое поле. Здесь уже есть произведения. Вот, например, «Карлик Нос» Гауф. И есть, соответственно, игровые персонажи, они изображены на карточках. Также и нужно подбирать персонажей, находить соответствие. Также есть определенные правила, есть цветовой кубик, в соответствии с которым игрок должен выполнять разные действия. Например, рассказать о книге своей любимой, не используя слов. Слушайте, ну это интересно, это не только для подростков, я бы такую на вечеринку приносил такие игры. Вот вы нам принесли, я так понимаю, мы сейчас с вами будем играть во взрослую игру, правильно? Да, это игра «Время читать», с нее все и началось. Мы ее разработали еще в том году, но в тираж не запустили, потому что нам не понравился дизайн. В этом году мы сделали новый дизайн, мне кажется, он прекрасен. Я согласна. Суть игры достаточно проста. Здесь в содержании скрыты 75 произведений мировой литературы. Это классика из классик. Вы видите на поле игровые зоны. Америка, Европа, Россия. Россия, да, 20-й век, 19-й век, Европа, Америка и случайный выбор. Случайный, здесь все подряд. Вот для примера можно не знать. Вы из России взяли, да? Да. Так, я тяну карточку. Это Россия, 19-й век. Итак, я сейчас, едва появившись в печати, этот рассказ Зощенко имел огромный успех у читателей. Я, с вашего позволения, все зачитаю всю карточку, чтобы мы прям поиграли по полной программе. Его отличает удачно переданная интонация бытовой мещанской речи, умение увидеть и описать мысли и поступки героев, детали их внешности, поведение. В рассказе в ироническом свете предстает не только сама героиня, Григорий Иванович, от чьего лица и ведется повествование. Григорий Иванович тип самодовольный. Попав в театр, он интересуется, действует ли там водопровод, желая тем самым подчеркнуть собственную значимость. Ему привычны и чужды, непривычны и чужды, нормальные во всеобщем понимании манеры общения с женщиной. Приму ее, да, приму ее под руку и волочусь, что щука, говорит он. Ну, так, я сейчас зачитал, что мне нужно сделать? Угадать произведение? Зощенко? Угадать произведение? Есть варианты? Нет вариантов. Мы проиграли. Это самое, наверное, простое. И здесь, это один из самых простых рассказов, на самом деле, Зощенко. Тогда баня. Нет, это аристократка. Окей. И правильный ответ можно считать по этому QR-коду. Вот я как раз хотел спросить, то есть, ребята сами будут считывать этот правильный ответ или есть какой-то ведущий, который этим занимается? Есть по правилам этой игры. Ведущий, он называется библиотекарь. И библиотекарь имеет, ну, сейчас на любом смартфоне есть приложение для считывания QR-кодов для того, чтобы избежать подглядывания в правильный ответ, и мы как раз на рубашке поместили правильный ответ и в виде QR-кодов. Это очень удобно. И там, более того, более полная информация, то есть, не просто ответ одной строкой, а более полная информация об этой книге. Есть какие-то дни, когда можно прийти и поиграть в эти игры? Да, нужно смотреть за расписанием работы нашей библиотеки, и, конечно же, там в ряду мероприятий есть проведение этих игр. Потрясающе. Спасибо большое. К сожалению, у нас не так много времени, и эфир заканчивается. Мы бы с вами еще поиграли, почитали бы, понеугадывали бы еще с Сашкой, попозорились бы. Может, мы поугадывали бы. Но время заканчивается. Спасибо огромное, что принесли нам эти игры. Я думаю, ребята сейчас посмотрят, и будет у вас целая очередь на эти игры. Всего доброго. Спасибо. Ну что ж, а мы продолжаем наш эфир. В каждой спортивной игре в семье самое важное. Что? Не знаю. Валерщики. Вот кто. Лена Шишкина побывала как раз-таки в такой семье болельщиц, ну а что, можно так назвать команду «Чирлидерш». Настоящая семья. Смотрим репортаж, чирлидинг. Правда, что у вас у всех женихи спортсмены? Нет. Чирлидинг до сих пор остается для нас экзотическим занятием, окутанным мифами. На самом деле, это официальный вид спорта, хотя в России пока мало знакомы. Даже сами молодые спортсменки признаются, что впервые пришли на тренировку, имея самые общие представления о чире. Когда мне сказали про этот вид спорта, я посмотрела видеоклипы всякие, и там были такие сложные элементы, и мне было страшно их делать. И поэтому вот это вот чувство меня все время не покидало. А сейчас? Сейчас нет. Сейчас я знаю, как их правильно выполнять по технике, и я спокойно это делаю, то есть я не боюсь. На деле все совсем не так легко и просто, как может кому-то показаться. Нужно иметь хорошие мышцы, чтобы хорошо стоять наверху, держать равновесие, чтобы страха такого сильного не было. Двое меня держат и еще стоят по бокам, которые мне защищают плечи, голову, и я знаю, что они никуда от меня не отойдут, и что в любой момент меня поймают. Когда тебя держат, ну, такой легкий страх, но я знаю, что меня в любой момент могут поймать. Ни разу не падала? Бывало. Испугалась ты этот момент? Ну, не очень сильно. Сложно и дисциплинировать ребят, отобрать самых лучших и сильных, сложно так же и тренировать. С детьми, в принципе, сложно, потому что разные причины бывают. Кто-то болеет часто, у кого-то какие-то причины пропускать занятия, и вот чтобы эта дисциплина наладилась, очень трудно приходится, особенно перед соревнованиями, когда вот остается совсем мало времени. Разновидностей группового, парного, девичьего и смешанного чирлидинга шесть. Множество акробатических элементов и сложных поддержек делают этот вид спорта довольно травмоопасным. Да, конечно, было, что-то где-то неправильно взяли и девочка падала. Как ты себя ощущаешь в этот момент? Я ощущаю вину за это, что я не смогла ее удержать. Нет, девочка не обижается, она просто говорит, что нужно исправить, как ее правильно поддержать или что-то, и после этого мы начинаем делать ее заново, и в дальнейшем этот элемент нарабатывается, и мы его делаем без препятствий. Пару лет назад новокубежская команда Drive сменила cheer dance на cheer, более технически сложное, но в то же время демократичное направление. Где каждому человеку найдется место в команде. Если ты крупный, то ты в базе будешь стоять. Если ты маленький и хрупкий, то тебе надо готовиться во флайеры, потому что таких держать и подбрасывать легче, чтобы девчонкам спины не сломать. Если ты высокий, ты будешь стоять задним споттером. Вот так вот и распределяем роли. Конечно, каждая девочка, приходя в команду, мечтает попасть на вершину пирамиды. И здесь тренеру приходится подключать свои психологические навыки. Чтобы справиться с этим эгоистичным фактором, быть первым, я самая лучшая, приходится работать, чтобы у них был командный дух, приходится их не только тренировать физически, координационно и так далее, приходится их еще и как-то морально готовить, настраивать на то, что вот ты не будешь флайером, потому что ты вот так, вот так, вот так не можешь, тебе надо работать. Обижаются, конечно, бывает и такое, но берут себя в руки, а кто не может, уходит. Все остальные самоотверженно тренируются, чтобы достичь результатов, сравнимых с успехом команды из Питера, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Казани, где черлидинг самый сильный в стране. А в Самарской области новокрюберская команда сегодня одна из лучших. Елена Шишкина, Андрей Авдеев, Утро губерния. Мы продолжаем, у нас гороскоп далее. Овны, улучшить настроение помогут домочаться, просто надо провести какое-то время с близкими и пообщаться с ними, главное не поссориться. Тельцы, сегодня не перепоручайте свои заботы другим людям, особенно, если это что-то важное, иначе потом придется все переделывать. Близнецы, внимательно отнеситесь ко всем предложениям, которые вам сегодня поступят. Нужное решение спряталось очень глубоко и лишь настойчивые поиски помогут вам его отыскать. Раки, отнеситесь серьезно ко всем делам и задачам, которые поступят сегодня от начальства. Если вы пройдете тест на исполнительность, скоро получите повышение. Львы, ничего не бойтесь, смело шагайте вперед. Внимательно слушайте сегодня интуицию, она приведет вас к заветной цели. Девы, ваша педантичность может сегодня затормозить рабочий процесс. Попытайтесь закрыть глаза на некоторые недочеты, тогда вы очень многое успеете. Весы, творческая мысль сегодня так и просится наружу. Не запирайте ее в себе и не стесняйтесь предъявить миру. Скорпионы, сегодня вам не стоит принимать поспешных решений. Отложите все дела на другую неделю. Постарайтесь немного расслабиться и абстрагироваться от проблем. Стрельцы, грядут перемены. Вам пора к ним активно готовиться. Запаситесь терпением и упорством. Эти товарищи вам пригодятся при решении текущих задач. Козероги, вас обидели, наступили на ногу, буркнули что-то грубое. Не расстраивайтесь, просто сегодня не ваш день. К вечеру все наладится, и вы получите свою порцию позитива. Водолеи, запаситесь печенюшками. У вас сегодня не будет времени даже на перекус. Столько дел, столько дел. Не нужно все успеть, если не хотите попасть в отстающие. Рыбы, у вас начинается новая эра. Перемены пришли в вашу жизнь, и она уже не будет прежней. Что ж, вы справитесь с любыми трудностями, а звезды желают вам успехов. Что наша жизнь? Игра. Да, именно так, и мы играем с детства, и чаще всего не перестаем делать это, когда уже становимся взрослым. По сегодня у вас все получается играючи, и вместе с вами это утро проводили Женя Плотников, и Саша Байдачная. Пока. До встречи, пока. Какая у тебя, Саша, самая любимая игра? На бирже же. На бирже. Люблю, знаешь ли, приторговать волатильной валюткой. Саша. Среди нас есть те, кто любит отправиться навстречу неизведанному, чтобы увидеть красоту в странном и неведомом. Они устремляются на поиски чуда. Если вы один из нас и хотите открыть для себя нашу прекрасную планету, мы возьмем вас с собой. Время пришло. Таркиш Эрлайнс Раздвиньте границы вашего мира. Суперфитнес по суперцене в клубе Спортзавод в три месяца за 3 990 рублей. Звони прямо сейчас 2703-777 Спортзавод Новосадовая 106 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова